Всем привет, ребята! Продолжаем играть в Alden Ring. Сделал небольшую паузу от него. Отдохнуть. Параллельно вкачал себе новый скилл. Всрал на него 6000. И вот если сравнивать с Fireball, то это, конечно, хлам хламезный. Мне вообще не нравится. Я отдал за него 6 штук. И, ну, он, возможно, да, он сильный. Он весьма неплохой. Но он настолько вот непрактичный. Мне нужно подойти вплотную. Вот видите, я сейчас вроде бы стоял и близко. Но при этом все равно он не юзабельный. Я отдал за него 6000 душ. Вы представляете? И все просто понапрасну. Потому что и дальше буду юзать Fireball. Я рассчитывал на то, что он будет пускать эту струю пламени намного дальше. Так как в описании написано, что навык называется Пламя Дракона. Или Пламя Дракона, или Дыхание Дракона. Что-то в этом духе. Но по итогу... Ну, какое это Пламя-то? Но оно... Блин. Даже метра нету дистанционного поражения. При использовании. Ну и какая с него польза? Так, я там где-то души потерял. Надо бы их найти. То есть я не вижу совершенно никакой пользы в использовании этого навыка. И очень обидно, потому что я мог бы 6000 вкачать в левел. И это было бы плюс 2 уровня. Что гораздо полезней. Просто очень любопытно, когда появляется... Вот находишь ты новый Талмуд. И там появляются новые заклинания. Хочется же использовать что-то. Так, пальцы покажи мне. Так, показать пальцы. Погасшая душа. Направляйся к истоку всего золотого. Аперсики Раю Лукарио. Край ярчайших звезд. И объедини полумесяца у большого подъемка. Ах да, мост разрушен. По нему не пройти. Но какая разница? Замок Грозовой Завесы до сих пор стоит. На этом мы в курсе. Мы уже там прошли. Это как раз таки вот этот проход на реку Сеофр. Я просто не пойму, где я души потерял. Далеко или нет? Давайте сюда. На ближайшую. Там просто очень длинный и тяжелый, как по мне, переход. Нету смысла вот вновь бегать. Там куча волков. Обрывы, скалы. Очень это трудоемко. Проще тпшнуться. Главное сейчас найти души. Потому что я не помню даже, кстати, сколько у меня там их было. И не помню, почему я их потерял. Так. Где-то тут хорошо. Насколько далеко не знаю. Но где-то здесь. У меня сейчас 440 душ. Любопытно, сколько будет там. Сейчас надо будет посмотреть. В общем, вот так вот, да. Я облажался с этими молитвами. Новыми заклинаниями. Ну, я так понял для себя, что, ну, скорее всего, круче, чем вот этот скилл я себе уже не найду. Скорее всего. Это не точно, но скорее всего. Может быть, будет что-то лучше. При том условии. Вот, видишь. Если будет что-то вот по типу такого, как он только что использовал против меня. Вот это, да, это неплохо. Когда он бросил один шар, он раздвоился. В меня полетело сразу же несколько. Вот это прикольно. Возможно, что-то появится по типу шаровой молнии. Или что-то в этом духе. Это тоже было бы неплохо. Так, кузнечий камень. Мне как раз надо был кузнечий камень. Это хорошо. Он будет подходить? Не, не будет. Я понял. Умираешь. Хорошо. Следующий. Раз. Два. И добиваем. Хорошо. И так же самое и с копьем. Единственный смысл поменять копье, это найти копье просто получше. Если менять копье на какой-то меч или топорик, но я не вижу в этом смысла. Я вот там себе присмотрел алибарду. Возможно, я куплю себе алибарду. Вот я мог, кстати, ее купить. Если бы не потратил на молитву. Возможно, имел бы смысл прикупить алибарду. Но тогда мне нужно будет немного вкачать навыков силу. Потому что алибарда тяжелая. Поэтому тут тоже получается как бы двояко. Либо имеет смысл, либо не имеет смысла. А по поводу копья, вот я сколько ищу, я ни разу еще не нашел себе копье. Ни у одного торговца его просто нет. Не знаю почему, но искать пытаемся, а найти ничего не могу. Куча торговцев. У меня уже открыто три кочевых торговца, плюс два торговца в замке. И ни у кого ничего нет. Вот и конкретно из того, что мне надо, ни у кого ничего нет. Так, и где мои души? Видимо, еще дальше. Так, бабочку не собрать, да? А вот собрал, хорошо. Так, посмотрим, что у тебя появилось. Ничего у тебя не появилось. Посох этот мы покупали. И решили для себя, что он как бы не юзабелен. Скорее всего, это просто для другого класса волшебников. Мне он не подходит. Так, где моя лошадь? Погнали. Так, где же я всрал эти долбаные души? Чтобы вы понимали, в чем ситуация и почему я не могу их найти. До записи я жду, пока игра полностью загрузится, чтобы можно было зайти и уже сразу начать игру. И так получается, что загружается игра и начинается момент падения. И я тупо падаю. Кстати, вот тебе и благодать, которую мы не могли найти в прошлый раз. Понимаешь? В прошлый раз я искал, искал благодать. Поближе и не нашел. Так, давай эту зажжем. И получается, я загружаюсь и тупо падаю. В чем причина, я так и не понял. Так, справочник блестящих камней номер два. Вот уже второй справочник. Тоже непонятно пока их смысловая нагрузка. Возможно, когда я астролога этого впущу в замок, у меня будет доступ и к тому замку. И там меня могут научить чему-то, где, кстати, мог бы и примениться мой астрологический посох. Возможно, именно взаимодействуя с этим посохом, я мог бы использовать вот эти навыки. Так, где-то тут было падение, скорее всего. Просто я закончил совершенно в ином месте. Я не пойму, почему меня забросило сюда. В общем, странные вещи в последнее время происходят в играх. Меня подгружает хрен знает куда. У меня возникает миллиард вопросов, на которых нет ответов. И потом постоянно приходится вот куда-то бегать, что-то искать. Но вот здесь мы еще не были. И, кстати, мы приближаемся к замку. Ух ты! Ё-моё! Какой крабик. Обалдеть. Он так неожиданно появился. Это, кстати, не краб. Это рак. Обалдеть. Прикольно. Но там, где их несколько, я явно не убью. А там, где один, можно попробовать убить. Но после того, как заберем души. Так, вот мы уже пришли к какому-то форту. Но, как вы помните, из последнего выпуска я здесь не был. Вне выпуска я сходил только в здание круглого стола и все. Что мне с них дается? Вот, кстати, как быстро нафармить души? Да просто убивайте вот такой вот мусор. Да и все. Не в плане того, что с них много дается. С них очень мало душ дается. Убивайте козочек. С них постоянно даются кости. Одна кость это 10 душ. Вот вам и, пожалуйста. Вот вам и быстрый фарм. Руны бедняков тоже. Тихо. Это что-то новенькое. Так их мы не встречали вроде как. Руны бедняка тоже можно нормально фармить. И с бедняка там падает 100, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, мана кончилась. Тихо, ты чего? Дурной что ли? Давай фаеру лови. Еще один лови. Еще один лови. И посильнее ты умираешь. Хорошо. Он умер! Ты что не умер-то? Дурак что ли? Охренеть. Я же его убил. А он не умер, представляешь? Видимо, не хватило мощи. Смотри, какие умные они, зараза. Не дают себя нормально пробивать. Ты умерешь сейчас или нет? Или тоже останешься жив? Типа последнее дыхание. У них у всех осталось по одному удару. Просто по шишке. Прикинь. Так. Вот так вот. Хорошо. Можно было так сразу? Так. Флягу я восстановил. Ой-ой-ой. Отряд целый. Не, с отрядом я драться не буду. Хорошо. Пошли посмотрим, может какой-то дроп с него упал. Это жилище лягушатников. Я понял. К лягушатикам мы вернемся позже. Что мне с них нападало? Ну, кстати, неплохо с них падает. Где-то по 150 с каждого. И у них здесь довольно большая территория. Я вот нигде не нахожу мирных замков. Везде почему-то меня встречают с мечом. Ну, кроме замка круглого стола. Вот. Там единственное место, где все мирно, тихо. А так больше здесь нету нигде мирных коалиций. Но вот, пожалуйста, я здесь не был. Мы уже впритык подошли к мосту, к стенам, к замку. Мне кажется, тут уже сейчас и игра закончится. Ну, в смысле, карта. Кстати, а благодати тут нету нигде? А, вот, кстати, и благодать. Отлично. Тем более, что благодать у меня нигде не активирована. Как я мог здесь потерять души? Я не удивлюсь, даже если мы их просто тупо не найдем. Понимаете? Просто забагала игра, и улетели они в никуда. Да и все. Решила меня слить. Просто интересно, много ли там душ осталось. Так как мы давно не играли. Был перерыв. Не, ну, пейзажи шикарные. Особенно красиво, когда вот редко очень, но попадает без тумана загрузочка. Вот тогда просто шикарно. Так. Что это? Охренеть, они живые. Охренеть. Смотри, они двигаются. Их тоже можно убить. Охренеть. Слышу этого скорбия. Он исчез? Ты издеваешься? Давай-ка. А как он? Как я его тогда... Поймаю-то? Давай фаером. Как его убить? Нормально. Ты какой-то уникальный скорбей, слушай. Собака. Это ж так можно за ним бесконечно просто бегать. Ну. Да, он не убивается. Знаешь, чем дальше, тем... Больше всяких приколях мне игра дает. На! Отлично. Пепел, полчок, щитом. Вот так вот. Хорошо. Убил. Спустя полгода мы по нему попали фаером. Но это того стоило. Пожалуйста, еще один пепел. У меня уже три или четыре. Я только один вкинул в этот. Только один вкинул в копье и все. Но я не пожалел. Он меня несколько раз уже спасал. Это великолепно. Но хотелось бы... Оооо. Грозы пошли. А что здесь можно собирать? Отлично. Давай. Главное, чтобы в тебя не попало. Но грозовые цветочки тоже дело хорошее. Мы их продаем. Можно с них и скрафтить. А вот и у меня попало больно. Я тоже стану грозовым цветочком. Ты издеваешься? Давай, убей меня. Полгода бежал к душам, чтобы меня убило. Спасибо, не надо. А что, любишь цветочки собирать? Люби и молнии получать. Ладно, все, хватит с меня цветочков. У меня хил кончился. Пошли дальше смотреть. Так, отряд. Привет. Идем дальше. Боже, какой громкий гром. Не, ну это не прикольно. Я слишком забежал. Мы сюда не планировали идти. У нас там сзади еще куча работы. Я уже полкарты пробежал, прошел. Я так не люблю играть. Волки-то за что? Сейчас все за мной побегут. Самый прикол в том, что... Я умру сейчас, да? Не. Там что-то за мной спрыгнуло. Самый прикол в том, что... Прохода-то здесь уже и нету. Надо как-то наверх подниматься искать. А я как бы не планировал. А! Что за руки? Да ну нахрен. Туда нельзя. Думал, сейчас по верху забегу. И как прыгну двойным. Зачем такие сложности? Ну вот я себе спокойно, тихо играл. Забросили. Вот меня хрен знает куда. Мне кажется, в эту игру можно играть вечность. И она... Ну вот просто карта нескончаемая. Мы уже 20 минут бегаем. А она просто нескончаемая. Ну вот я, кстати, не знаю, если сейчас так не будет здесь. То я хрен знает где искать. Так, мы уже карту нашли. Руины королевских владений. Супер. Сейчас меня тут на руинах и убьют. Так, ну тут явно кто-то должен быть. Я не вижу, но мне на кого-то указывает. Я вон вижу, кто-то стоит. Это NPC или нет? О, это волки. Вот это кто такой? Статуя? Или NPC? Ааа! Отстань! Ёлки-палки! Всё, вот я и умер. Почти. И опять наверх. А как же там пройти тогда? Там нету больше прохода никакого. Хм. Странно. Интересно. На замок, на самый верх можно забраться? Чувствую себя грёбаным спидрайнером. Я вам серьёзно говорю. Ужасно. Смысл такой игры я не представляю. И как люди кайфуют того, что так играют, это жесть. Но я так понимаю, что всё. Это конечный баг. И я никак... Кстати, вон и благодать. Я никак не заберу себе уже свои души. Поэтому можно возвращаться на начало. Ну, кстати, игроков тут уже много, смотри. Бегают ребята и тут. Так что спидран не спидран, а... Есть и тут. Ну, вот видите, куда оно мне указывает? Ну, мне просто кажется, что всё нереально. Ну, как бы куда? Там просто моря и конец карты. Поэтому... Ну, баг. Ну, спасибо. Всё-таки получается у нас минус души. Вот тебе и на. Не знаю, выпущу ли я этот выпуск. Наверное, скорее всего, нет. И если выпущу, то только из-за кликбейта нашёл жёсткий баг в игре. Да и всё. Поэтому остановлю, решу потом, буду ли я его запускать или нет. Так что извиняйте, ребят. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...